привет это предприниматель спрашивает предприниматель это наш на самом деле последний выпуск в сезоне и мы сегодня как обычно говорим о том как сделать успешный бизнес в украине и у нас сегодня два предпринимателя на самом деле хотя им наверно необычно так себя представлять вот это люди которые зарабатывают на жизнь диджейским искусством диджейской работой но кроме этого они делают все кучу всяких других классных вещей нет супер мультитаскин это влад фисун диджей фантом с правильно произнесла кроме этого он креативный директор атлас уикенд вот не очень давно стало это известно кроме этого ты был главредом любой украина афиши вивы и ведешь передачу на радио аристократы я еще ведущий на радио аристократы и еще я консультирую бренды иногда пишу для них скажем креативные стратегии вот и в этот человек все спит наверное как-то и денис нук который наверно больше диджей чем чем все остальное для раска не совсем расскажу это который на самом деле курирует музыкальную программу сет games don't take fake одесского кинофестиваля и соорганизатор вечеринок из и сам вот так да еще наверно что-то еще на наших в лет а ну и все наверное об этом о чем-то расскажет ребята нам интересно всем услышать как на диджеействе можно зарабатывать деньги насколько это легко и можно зарабатывать вот только этим это во процессе выясним если коротко можно или нет заработали ну то есть можно быть только диджеем и все но есть в стране есть люди которые только диджеи и все и они на этом зарабатывают их довольно много и как наверное в любой профессии на любом рынке у кого-то из них получается зарабатывать ну там скажем впритык на жизнь у кого-то это параллельная работа как у меня а у кого-то основная работа и принципе они могут обеспечить и себя и своих детей они зарабатывают этим но у тебя список побольше да для меня вообще у меня отношение к диджеингу как профессии своей профессии фактически может быть началось только в этом году или в конце прошлого потому что для меня диджеинг это всегда был способ оплачивать покупку пластинок в первую очередь пластинок я покупаю много вот на сколько в месяц может быть 20-30 штук у меня есть шкафы и дома специальных для них вот и это нормальный наркотик такой то есть ты не можешь наесться этим да более того как у девочки с переполненным шкафом платьями у меня бывают такие же истерики потому что нечего играть вот ничего играть там что брать маленькую черную пластинку у меня есть вот такого диаметр старая советская вот но чего ты начал расскажи вот как ты стал диджеем я начал с того что ну понимаешь к этому сложно то есть нету такого так типа опа завтра я диджей так не бывает я начал наверное с того что я просто в детстве очень много слушал записанной музыки и мне нравилось из нее что-то делать для друзей я делал в школе например сборники на кассетах или себе делал сборники на кассетах да плейлисты это так вот и то же самое было там например с бобинами то есть еще даже в бобинник был дома и можно было на нем побаловаться а потом были какие-то школьные танцы мне нравилось переставлять кассеты побыстрее чем это происходит обычно делать так чтобы как-то это все продолжалось потом потом была армия и после армии я вернулся в поисках собственно занятий и одним из этих занятий стал уже диджеинг в небольшом баре пополам с ночным клубом в котором уже были ребята которые как-то освоили это а вот где они научились я не знаю и я начал наверное учиться у них вот как-то так вот у них учиться то есть там приходите ну тебе надо понять кнопки тебе надо понять что такое микшер для чего он нужен как он работает тебе надо посмотреть какие-нибудь видео потому что например есть диджейские чемпионаты и у нас в стране об этом мало знают потому что здесь они не прижились в мире это большой бизнес и там это какое-то шоу большое в штатах это вообще прям там их несколько даже несколько концессий которые проводят вот они привязаны к маркетингу продукту потому что диджейские чемпионаты помогают продавать оборудование тем кто мечтает когда-нибудь тоже выступать на диджейских чемпионатах ну как в спорте ну как это такие тренинги успеха да ну и продаешь там книги и литературу ну например у меня есть двое учеников дети по 12 лет они уже играют два года они уже зарабатывают этим иногда вот и я считаю это отличный способ найти себя в раннем возрасте не за может 10 лет они начали в 10 лет они попали просто на такую я делал курс для детей о музыке и просто рассказывал им там понимаете ну как бы у нас система образования она очень странно отдалена от реальностей и детям например о музыке в школе рассказывают архаично то есть им дают народную музыку например дают какую-то часть классики но им не рассказывают например кто такой тупак или не рассказывать кто такой лил пип а их это интересует очень сильно и интересно узнать откуда эти процессы вообще взялись как это все развивается сейчас они там сто лет назад вот поэтому конечно спрос был большой и двое ребят решили продолжить уже в более глубоком ключе ну мне с ними очень интересно потому что для меня это ну во первых способ все-таки другого понимания всего этого пустина уже структурируешь свои знания я я тоже готовлюсь к этим урокам как любой преподаватель я что-то им придумала чтобы им было не скучно они уже сейчас сводят пластинки и записывают уже миксы на пластинках что в общем для 12 лет но я себе представляю чтобы со мной было бы если бы мне в 12 лет сказали давай шпиль на пластинках я думаю был бы абсцесс а ты помнишь первый раз когда тебе заплатили деньги за ту бюджейскую работу да как это помню это было вот в харькове в этом маленьком клубе какой-то вот 96 и собственно вот с этого момента понял что да это может быть профессии там мы делали вечеринки по четвергам нам разрешали крутить не такую музыку как нравится основной массе посетителей а что-то что нравится нам и там в принципе были по тем временам довольно передовые идеи вот и мы сделали такую вечеринку выключили весь разноцветный свет этот дешевый оставили только стробоскопы которые сделаны были из литровых банок там вставляется две пластины включаются сеть и за счет того что это переменный ток между пластинами происходит разряд чтобы этот разряд никак не коснулся потребителей эти пластины опускаются в литровую банку вот было так и после этого мне вручили там какую-то небольшую сумму вытарксбара вот сказали это твои нет стробоскопы не делал делал другой человек денис расскажи как ты стал диджей и когда началось все в девятом классе началось все со школьных вечеринок то есть до этого где-то года два я интенсивно покупал кассеты то есть это единственный какой-то источник музыки актуальной был в моем родном городе в ивано-франковске я очень проникся этой музыкой понял что меня мне очень нравится и я бы хотел как-то вот углублять свои знания и развиваться в направлении диджейнга но потом после там смены учебного заведения я попал в хорошие руки в хорошую компанию ребят которые собственно эти вечеринки условно школьные и делали какой-то год был был 98 год мне было тогда 15 лет не было для тебя влада фессуна которому ты мог пойти поучиться до влада влад где-то был я еще замучился вот собственно общаясь с ребятами которые там на полтора на два года были старше меня и уже уже как-то вошли в эту в эту стезю я начал играть то есть месяц я возле них поколачивался через месяц у меня была первая вечеринка первые деньги деньги были где-то вот вот в том году не сразу через год ну условно да то есть я сначала проходил обряд инициации надо было таскать в армии это духанка называется диджейская дедовщина она на самом деле в профессии есть до сих пор ассистент такой да потом заставляли носить сиди проигрыватель мы ходили пешком ночью там через весь город по домам расходились после этих вечеринок общаясь параллельно музыки собственно так вот по чуть-чуть по чуть-чуть через буквально через несколько лет я уже работал я играл в доме офицера его на франковском на совершенно лютых каких-то для офицеров тинейджерских вечеринках это был дом офицеров находился в центре города но туда собиралась гопота условно там конца мать конца прошлого столетия и собственно диджейская мария карьера наверное развивалась в два этапа то есть в школьные студенческие годы это был вид заработка и это был хороший заработок там на на карманные деньги на какую-то там свою личную жизнь а потом после родителями жил да потом после после переезда в киев я работал по профессии четыре года у меня техническое образование я горный инженер по специальности и я работал в нефтегазовой компании а музыка не исчезала из моей жизни диджейнг не исчезал я параллельно поигрывал но не зарабатывал этим на жизнь после по моему 2012 году я решил что мне это все надоело моя работа основная я дауншифт ну я уволился без каких-то там планов b это было накануне за games я собственно поехал на фестиваль под началом влада тогда был глав диджеем да и так вот закрутилась какие-то я начал мыслить шире мне я понял что я хочу все-таки продолжать заниматься музыкой только ей по большому и собственно какие-то там я начал обрастать какими-то там контактами контактами да и видением организационных процессов каких-то и собственно вот то к чему я сегодня пришел на данном этапе все это моя работа это мой основной заработать можешь себе музыкой какие вводные нужны для того вот необходимо для человека чтобы стать диджеем по-вашему нужно какое-то образование за там родители что что было у вас что по-вашему сильно побудило вас удариться в диджеем у меня во первых три инструмента на которых я ходил учился в школе музыкальной фортепиано флейта плюс я занимался на гитаре и бас-гитарой тоже занимался но это уже больше на любительском уровне и это конечно сильно помогло но я думаю что сильнее помогла наверное какая-то музыка тот музыкальный поток в котором я рос потому что у нас был магнитофон на родители записывали разную музыку что-то мне нравилось что-то нет там например крафтверк я послушал наверное лет в шесть меня очень это впечатлило крафтверк кто такие крафтверк я его отвела на электрогитару ну не что крафтверк можно слушать я думаю в пять лет и в четыре и в три вот и как конечно когда-то в шесть лет или в пять лет слушаешь крафтверк а потом в 35 ты берешь интервью ральфа хютера то у тебя там слегка посасывает под ложечкой вот ну то есть наверное все таки какая-то большая часть жизни она была параллельна с музыкой и поэтому мне было легко представить что вот то что делают с музыкой эти люди я тоже что-то такое смогу сделать причем ну не просто делать как они искать что-нибудь свое то есть в этом что-то такое находить свое и мне кажется у меня это получилось и получается потому что иногда например я играю с это из классической музыки были такие прецеденты были прецеденты когда и они наверное более частые когда ты играешь джаз причем ты играешь джаз там 60-х или 50-х перекручиваешь его с каким-то современным хип-хопом и делаешь из этого ну какую-то такую странную смесь то есть мне нравится делать из своих сетов иногда какие-то такие спектакли эмоциональные которые имеют начало кульминацию какие-то ответвления то есть все-таки пробовать добавлять в это ну что то что что я могу добавить вот поэтому я бы сказал так что для многих людей кажется что диджейнг это очень просто иначе они бы не подходили к тебе в середине сета и не говорили а вот я хочу такое да почему это там типа не прыгать не прыгучие и не певучие вот но с другой стороны я могу сказать что учитывая что там у нас есть школа где можно это попробовать я бы советовал пойти и попробовать это потому что если вам хоть чуть-чуть это интересно то вы можете оказаться в этой в этом побольше ну музыка вот финализирует музыкальное образование талант вот он важен да нет ну как талант талант просто я думаю что он есть у каждого да талант это там маленькая мышца которую ты прокачиваешь каждый день а если ты не будешь прокачивать то неважно есть она у тебя или нет этого никто не видит в том числе это сам вот а по поводу музыкального образования я знаю много прекрасных дидже киев которых нет никакого музыкального образования и знаю много музыкально образованных диджеев которые мне например не интересны добавлю от себя что важно чтобы тебя перло то есть если если ты заинтересован если ты находишь условно ежедневно то что тебя манит в музыке до привлекает и в в диджеинге также то да можно можно и нужно это все делать если человек пытается стать диджеем по каким-то другим причинам наверное да 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 какая-то там популярность то ну не факт что он станет именно диджеем а как то есть другие я считаю я как-то наверное более демократично к этому настроен ну давайте возьмем какую-нибудь любую область музыки например там сейчас у нас на острие ножа неожиданно оказался хип-хоп через 40 лет после возникновения ноги почему потому что наши социальные процессы очень многие они отстают например от американских в среднем на 10 лет иногда больше докатилась ну да там посмотрите на фитнес например кто там 20 лет назад кто ходил в спортзал качки которым надо было потом ракетирствовать тупые качки разные сейчас в спортзал ходят все и это там повод по инстаграме цена вот с хип-хопом тоже как-то так наверное происходит потому что во первых здесь появляются все больше и больше исполнителей которым интересно это делать людей которые там обнаруживают что оказывается сидя там в кафе или там на переменке написав там 10 каких-нибудь рифмованных строчек можно потом их там положить на калькуляторный бит и проснуться и звездой ютюба это прикольно клип надо снять там на самом деле это гений которые завтра там устроятся в крупные компании какими-нибудь продвигателями продуктов и будут будут этому миру диктовать вот поэтому сказать что не надо это пробовать или надо это пробовать я не могу и там кто диджей кто не диджей решает сам человек который может бросить там пузырек с зеленкой в стену скажет я художник я так вижу и что мы будем стоять два часа дискутирует на эту тему кого-то заинтересует кого-то нет там типа это диджей это не диджей стал за пульт диджей все я говорил о том что если если человеку это не нравится искренне то он не будет долго этим заниматься судя по моим наблюдениям просто из-за популярности он найдет и и другие способы и куда-то вот перед плавно перетечет в какие-то другие пространства там творчество или какие-то источники моменты популярности да но я знаю людей которые вот с первого раза просто там становились и их конечно немного но вот они стали и они понимают все это мое это электричество любовь там с первой кнопки но я например мучил свою дочь мучил мучил но вот ей скучно это ну или может быть страшно не знаю как она даже попробовала выступила на уличной еде и выступала на большой площадке возле скаймола по моему да возле скаймола да 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 и она там и под нее начали танцевать то есть люди начали прыгать под ту музыку которую она ставила я говорю ну вот класс смотри смотрю сколько лет сейчас ей 13 может быть еще там я не бодрит вообще как бы для нее музыка ну как я смотрю такой продукт не самый важный это тоже важно то есть если ты вот там ты живешь с этим и для тебя ну вот я например много денег трачу на музыку и для меня нету проблемы в том чтобы их не потратить а вот купить книгу например это надо так я ее куплю и что она будет там у меня делать на полке пыль собирать у меня таких книг много которые вроде как цены для меня интересны но я их не читаю каждый день это это не то что он является для меня чем-то жизненно необходимым а музыка является уже вот по поводу пластинок это может быть в моем таком не супер музыкальном когда поле зрения очень как-то потребительском там последние несколько лет стали супер популярные пластинки то есть все все дружно покупают пластинки проигрыватели у меня недавно дома откуда-то появился проигрыватели пластинки да круто классно не очень практично но как бы объективно вот почему такое действительно ли то что я вижу это вот хайп такой и почему ну социологи исследований на эту тему много потому что фактически умерший в начале двухтысячных рынок который там просто фактически уже ложился в гроб вдруг в начале десятых годов начал чувствовать движение в обратную сторону я например это заметил по некоторым магазинам в европе которые закрывались и я с сожалением видел эти заколоченные двери в которой бежал купить себе пластиночку там в барселоне или в вене и там все было уже было написано там распродажи состоялось два месяца назад спасибо пока неожиданно люди решили что все-таки им приятно иметь эту музыку в виде носителей это возможно добавляет какой-то ценности самой музыки то есть там если ты любишь группу youtube и ты не просто ее там включил себе в машине флешечкой или там в ipod а ты пришел домой там поставил себе бутылочку вина включил it's a beautiful day ты вот прямо растворился в этом при этом начинаешь уделять больше внимания например давайте посмотрим ситуацию с кино мы же любим ходить в кино хотя мы можем в принципе да это все делать не в кино но кино настраивает вас на определенный лад то же самое наверное с пластинкой плюс очень важная составляющая это artwork то есть это оформление пластинки это то что на ней написано ты можешь это почитать это фирменная штука это шмотка только на которую ты не одеваешь но она одевается на тебя через какой консумеризм когда когда конечно но есть там какие-то golden edition коллекционные со страшными там буклетами тиснениями но и плюс фактор звука конечно все-таки другой то есть там ну буквально вчера приехала посылка в ней были пластинки с записями 80-х годов из юар сборник там вышел такая диско попса очень классная смешная но такое звучание которое вот у тебя аж прямо вот сюда заходит и когда ты садишься в кресло слушаешь это вечером ты туда переносишься ты совершаешь какое-то путешествие а с mp3 шками вот так но у меня не получается у дениса получается у меня получается с вавками и флагом последнее время да я не я не виниловый диджей я цифровой человек и к музыке в этом плане я отношусь больше мне сейчас сформулируемость винил для меня наверное сложен в том плане что я привык играть как можно как можно чаще я играю свежую музыку я стараюсь каждого она есть на пластинках но каждый раз каждый сет я пытаюсь готовить что-то новенькое что-то вот там на на острие да я каждый день отслушиваю по пять часов 5-6 часов я провожу за отслушиванием свежих релизов и собственно что-то из них покупают то что мне нравится и таким образом у меня накапливается какой-то пул который позволяет условно если я играю раз в неделю играть как минимум 50 процентов свежих треков или треков которые для меня свежи которые я не играл потому что есть такой фактор как затирание то есть если ты играешь одну и ту же композицию довольно часто она возможно для слушателей для человека который пришел на танцпол потанцевать она будет интересной она не откладывается в памяти да ну как бы качает и все потанцевать можно для меня лично это такой уже фактор заезженности срабатывает мне не бодрит мне не интересно а если мне не интересно я мне не нравится процесс да то есть я не получаю от этого удовольствия а собственно один из важных моментов чтобы чтобы диджей тоже нравилось конечно все ли сеты ваши вам нравились не нравится здесь такой критерий конечно нет нет по-разному ну бывает ли такое что осознанно составляешь вот как бы там под аудиторию или под вечеринку сет который ну там тебе вот не очень ну ты понимаешь что по брифу нет в этом смысле нет я против себя никогда не шел бывали ну зачем то есть если человек говорит я хочу там радио хиты примерно скажем мейнстрим да такой украинский например или там я хочу я хочу сет из украинских исполнителей там первого эшелона я боюсь что я вынужден отказать вот были ну были смешные прецеденты потому что однажды тебя нанимают поиграть на корпоративе такого прям очень снобского агентства и ты говоришь окей там в какой стилистике мы все это сделаем они говорят вот мы хотим чтобы это было такой нетривиальная диска ты горяшок класс мы берем первую волну еще буги диска ранние 70-е там сильные басы черный протест такой с текстами там типа про права геев но они все равно не понимают поэтому нормально вот и там сидишь карпиш там чистишь музыку готовишь там смотришь как она все складывается вот я приезжаю выясняется что это на самом деле не корпоратив этого агентства а это день рождения одного из учредителей этого агентства человека совсем другим вкусом и аудитория у него тоже с другим вкусом которая там попив под коктейльную часть своей коктейли хочет врываться ну я бы сказал это хорошо пусть будет врываться и самое подходящее что у меня было на тот момент у меня просто в машине была папка с компактом который был записан под вечеринку а-ля мейнстримовый хард-рок восьмидесятых ну было как когда-то там где так такая смешная кичуха и я там крутил всякие сидиси там дефлепарда и так далее я понимаю что вот этот диск это единственное что меня хоть как-то может спасти и у меня три часа танцы ненависти вот они не хоть не уходят с танцпола они не говорят ладно черт с тобой там мы сейчас там группу выпишем или что-то такое они танцуют но они танцуют очень злые на тебя я такой вот как быть довольным таким сетом или нет я после этого сел в машину меня еще гаишники хотели там остановить проверить на дыхание потому что это было как раз в канун новогодних праздников убедились что я трезвый и я сижу вот так вот и думаю блин что это было при этом скажем я не два года назад этим начал заниматься у меня еще там не такое может быть острое восприятие подобных событий но такого не было никогда вот могу ли я быть доволен таким сетом не знаю но с другой стороны все таки какую-то эмоцию они себя выплеснули злая энергия это тоже энергия они танцевали окей я тогда могу сказать что мой гонорар заслужен уже ну а ты пошел бы к ним и еще нет а насколько часто подходят вообще там типа поставить там какой-то трек ну наверное это на корпоративе получается начни начни этот ответ прошу подходят довольно часто но как правило да как правило если если ты улыбнешься и скажешь что а нема нема ну не ношу я с собой розовое вино или какие там сейчас популярные тречки есть такой трек розовое вино я буквально вас принял я тебе подарю пластинку хотел сказать куплю трек тебе подари мне флэк ну со мной в этом плане проще потому что во первых чаще всего мой сетап это два проигрывателя с пластинками больше никаких чудес и когда там какая-нибудь девочка подходит и с телефоном говорит вот у меня тут есть я говорю пожалуйста я могу вам дать маленькие наушники для плеера вы сделаете себе сайлент диска и все будет круто я могу в целом сказать что не подходят особенно когда ты играешь в хорошем форматном клубе где есть во первых какая-то отстраненность во вторых наверное есть еще возрастная отстраненность потому что люди в основном ходят молодые и наверное неплохо ну неловко подойти к дедушке и сказать дедушка там ну ты себя как дедушка не но я не воспринимаю себя как дедушка они скорее всего снимают дедушка и внук вот поэтому нельзя сказать что нельзя сказать что там это классическая ситуация каждый раз не пишут на бумажке дипешмот нет у меня такое редко бывает бывает иногда в каких-то местах где ты видишь какого-то знакомого там три десятого и вот он считает что его дистанция не такая большая и он такой типа а есть там мадонночка какая-нибудь ты такой нету мадонны нет и она здесь не нужно хотя у меня есть такие пластинки с мадонной что можно что можно бы и поставить было бы но я не взял я не могу взять у меня там несколько тысяч пластинок что я буду все их возить да мадонночка ну мог бы какой-то наш guilty pleasure себе составить у тебя что-то что-то что я люблю ставить но как бы не соответствует то что я ставлю покрасне покрасне я думаю что знаешь есть какие-то там у тебя пластинки мадонночка на самом деле есть да но там типа она не в тему была там в этом сайте но грубо говоря там есть набор там чего-то есть там мадонны дипешмотом все чего-то что тебя устраивает и бы устроила на всякий случай я как-то так никогда не мыслю более того я могу сказать что мадонночка это интересный артист потому что с ней работает или работало такое количество саунд-продюсеров таких продвинутых что в общем как бы можно не стесняться если брать какую-нибудь стыдную поп-музыку там дана балана ну его нет ни в каком виде у меня он не нужен я даже когда-то поставил в одном техно клубе я поставил ремикс на кайли миног но он такой что там кайли миног не читается она там что-то иногда успевает там да а пластинка была пикчер диск так называемый то есть она с принтом она разноцветная там фотография какая-то была то есть такой эффектный блин гипнотический и там явно были какие-то люди у которых не сработали их шазамчики а часто шазамят да это приятно это такой фактор это же сложный момент иногда можно зашазамится иногда у тебя пластинка которая там сто штук в мире она там выпущена каким-нибудь бутлегером или есть искажение саунд-системы и я более того не знаю как вообще происходит наполнение базы данных у шазама наверно по рекорд лейблом или может быть артисты сами надо как-нибудь настроиться на какую-нибудь радиостанцию с блатняком и попробовать там шазам треснет или нет я столкнулся совсем недавно вот последний последние несколько месяцев наблюдаю ситуацию когда парни которые танцуют во время моего сета бачком бачком подходят проигрывателям а на проигрывателях есть дисплейчик можно сфоткать можно либо сфоткать либо вот так вот сделать я этих людей называю musical sniffers потому что они вынюхивают на и шпурки раньше я знаю ребята которые играли с пластинок они просто сдирали яблоко это вот этот внутренний внутренний это еще традиция с 50-х годов на ямайке вообще некоторые дежекей переклеивали левые яблоки на пластинки чтобы их конкуренты не подсмотрели что они крутят вот есть такая штука то есть вы храните в тайне ну скажем так я с в моих сетах там большая часть композиции это треки которые либо только вышли либо опять же они как как и винил там три триста триста штук ты не нашазамишь вряд ли вряд ли узнаешь что это такое если ты не если ты прочитал то еще надо запомнить сфоткать можно рассчитывайте как устроен ваш рабочий день вообще вот идея работе что ваш график ну вот денис мы об этом не сказали но на самом деле с работы приехал к нам эфир что большое спасибо влад едет дальше на работу то есть как устроена работе день у вас ну то есть к есть ли какое-то я предполагаю что стандартного не бывает в принципе но как вот свой тайм-менеджмент устроить я отвечает full time я не совсем full time диджей я еще и парт-тайм кодер то есть я сейчас шел в разработку инструментов для популяризации музыки и вообще фестивального движения поэтому день мой строится так я сова я просыпаюсь где-то в полдень сегодня не выйдет да даде делаю зарядочку скоро полдень сейчас не спроснет да как пока меня сегодня было сложно включить голову наверное и сейчас собственно потом я планирую свой там день на ближайшие там несколько часов обычно это опять же программирование параллельно прослушивание музыки вот работаешь и ты служишь параллельно да да я я могу писать код и сидеть в наушниках или включить колоночки звуки собственно несколько несколько задач одновременно происходит обычно вечером я уже целенаправленно уделяю несколько часов прослушиванию музыки какие-то там компилирую миксы которые у меня лежат в шуфлядочке электронной моей до чтобы когда-то их зарелизить таким вот образом а если если у тебя вечеринка ночью там не знаю вот это играешь в два часа да то как поспать перед этим как быть нормальным нормальном состоянии я сплю после сетов обычно потому что как бы мой циркадный ритм это позволяет то есть я могу это до 6 утра поиграть приехать домой спокойно лечь выспаться чувствовать себя нормально перед этим я обычно готовлюсь как-то проецирую свой сет и пытаюсь его как-то упорядочить в голове составить какой-то условно порядок или это как я как я вижу как должно все происходить вот как то так наверное на то у тебя как учитывая то что у тебя еще много работы такой дневной но как мы с тобой до эфира обсуждали спать я не люблю я правда не люблю сколько ты спишь сутки да нет я сейчас сплю там по 7 8 часов в целом то есть я 12 например скорее всего отправлюсь спать если они играю перед сетами я даже когда-то было это прописано в райдере у меня должна быть гостиница должно быть если на гастролях то есть я обычно сплю час это так называемый сон штирлица более того это настолько отработанная привычка что я могу не ставить будильник я все равно проснусь через час или там 55 минут вот как-то так и уснуть можешь вот так да и засыпаю я иногда засыпаю в автобусе который между терминалом и самолетом едет это страшно он же не час едет иногда он едет долго но самолете там сразу чик заснул то есть сон как-то для меня такая рациональная штука скорее нежели удовольствие вот но в целом если например вот взять завтрашний день я завтра игра в харькове в клубе живот это мой родной город это мой родной клуб в котором я наверное формировался как дежеке отчасти то я приеду там побуду у родителей у меня есть пара встреч по медиа всяким вопросам в харькове и после этого наверное с 8 до 9 я буду спать 9 я проснусь приму душ может быть сделаю какую-нибудь гимнастику легкую такую чтобы взбодриться и я хочу попасть в живот к 11 потому что там будут играть основатели клуба там 1 дежеке и мне интересно эту древность посмотреть живьем они в харькове живут да они живут в харькове вот и после этого уже там наверное часов в 5 утра я попаду домой и в 10 утра я проснусь потому что дольше чем до 10 мне сложно спать тем более сейчас хорошая погода солнышко я люблю гулять спать не люблю класс а есть такая штука как выгорание диджей добывают несомненно ну вот сколько от чего это зависит я себе представляю что очень много сетов там месяц до подряд если это становится рутинами как и любая работа но есть очень простой способ обнулиться я там когда у меня начинается такое иногда это бывает во время сборов то есть ты вот стоишь перед этой полкой там тысячи пластинок о которых ты 10 лет назад и не мечтал и тысячи которые уже у тебя уже тогда пыли в общем ты как-то это все складываешь и такое типа да какого черта да это никому не надо надоело да все 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 потом да так амон стоять и пять минут и просто сидишь там с выключенным светом в тишине и ты думаешь о том что это то чего ты очень хотел это очень резко тебя обнуляет и таким образом после этого уже сборы на сет начинаются совсем по-другому в приподнятом темпе радостно и с такой же физиономии с таким же настроением надо нажимать кнопку старт входить в это состояние и понимать что у тебя есть определенная миссия когда ты это делаешь и неважно какой у тебя гонорар какие условия там 12 часов дня или ночи молодые или не очень молодые люди ты играешь там на рауте или ты играешь рейв ты делаешь это потому что это твоя миссия вот это меня очень сильно фокусирует мотивирует и я в общем после этого чувствую себя счастливым человеком в первую очередь ну артист должен быть счастлив от того что он делает это важно то есть ты можешь вот осознанно управлять вот этим ну стараюсь мне помогает смена фокуса в таких случаях съем я могу переключиться на программированием часто последнее время не какие-то еще организационные моменты возникают поэтому чисто в музыке я не застрю но если происходит так что есть какая-то внутренняя усталость от сетов обычно это лечится просто стоит одну недельку не поиграть тебя накапливается много нового материала и ты уже готов ты рвешься вот вот надо же надо это повключать посмотреть как люди реагируют на танцполе это собственно именно то что меня побудило стать диджеем какое-то желание показать свой музыкальный вкус проявить его и посмотреть как как это все взаимодействует с публикой вот вот таким образом какие у вас вот что для вас амбиции в диджеинге то есть что для вас такой типа супер уровень удовлетворения лично для нас мой мой лично и наверное уровень супер удовлетворения он какой-то комплексной то есть иногда это удачно записанный дома сет или не дома на студию надо езжу друзьям и там пишу вот ты чувствуешь что вот ты нотка в нотку сделал все как надо то есть ты передал все что ты хотел передать это достижение которым приятно гордиться делиться этим вот иногда это там уровень какой-то большой сцены на которой ты оказался и сделал всем хорошо и все кайфанули а иногда это какая-то вот ситуация когда ты играешь что-то нетривиальное что ты никогда не собирался выносить на люди ну то есть у меня же есть такие пластинки которые как бы там не написано конечно это не для дидже вот но чаще всего это репертуар она может быть далеко от общих представлений о диджеях потому что сейчас дидже это довольно такая клишированная профессия как фотограф ну или как там рок гитарист рок гитарист это всегда там должен быть какой-нибудь потлатый чувак там который вот ну и тут выходит дэвид гилмор и все такие это что вот это вот поэтому наверное да я бы сказал что для меня это не какая-то там сама цель более того иногда попадая на какие-нибудь крупные события где я вижу что что делают скажем большие имена большие дидже кей я иногда не то чтобы испытывал какое-то разочарование по отношению к ним я по ним вижу что они чуть-чуть запарились в этом то есть но это какая-то такая экзальтированная генерация эмоций которая уже поставлена на поток потому что за этим человеком стоит там большая команда лейбл там какие-то производства и он имея наверное изначально какое-то желание творческой свободы сейчас находится в каких-то там жестких рамках и во втором часу он должен кинуть торт в толпу потому что если он не кинет торт в толпу то он не стива оки понимаете не узнают его не скажут прижал стива оки тоже играл то не знаю но торт не кинул торт съели там рабочие сцены случайно без старта любой праздник не праздник какая была твоя самая большая аудитория самая большая наверное сидит насколько там было но там было более просто носите играл в баре который стоял напротив большой сцены и он начинал собственно гудеть когда большая сцена выключалась ночью а людей там шаталась нормально ну я думаю что это наверное там по прикидкам отслуживали тысяч пять а в украине наверное когда-то был день города одессы и там наверное было тысяч восемь может быть или семь вот там ну и опять же там была забавная ситуация потому что наши сцены обычно готовят под музыкантов и не готовят под диджеев у меня были там проблемы с пластинками потому что вибрации низкие частоты и у тебя иголка просто на пластинке начинает прыгать ну и дальше ты придумываешь какие-то технологии как это компенсировать вот есть знаменитый пионер держаки костями шуков который там по моему за пару месяцев до этого мне сказал надо иметь восемь мячиков для сквоша ты отдираешь стандартную советскую бетонную плиту ставишь между собственно между твоей поверхностью и проигрывателем эту плиту на четыре мячика и она компенсирует все но не было мячиков для сквоша конечно но там по моему за час до собственно начала выступления мы естественно обнаружили эту проблему естественно непонятно было как его решать к счастью ивентар был мой друг и он сказал там говори вот что делать мы сделаем я ему рассказал эту ситуацию они открутили какие-то резиновые ножки от каких-то там шкафов не знаю откуда-то но в общем короче ситуация была спасена и сет получился хороший такой прям стрессовая история у тебя самая большая в украине самый массовый наверно это было сайт назад games там люди разбредаются по танцполом но во время моего выступления где-то было человек 500 я играл такой олдскул хип-хопчик на параллельных танцпола была совершенно другая музыка это знаменитый сет на рампе нет это не на рампе как раз там под лепестками было на рампе там не поместилось до столько людей то есть по по эмоциям это наверное самый такой приятный сет был и по наполнению танцпола за границей это наверное позапрошлый год новый год когда я ездил в качестве диджея серфин юэй на шри-ланку и играл собственно новогодний сет для нашей небольшой группы плюс всех остальных мы договорились с рестораном в соседнем поселке довольно довольно большой поселок где на пляже где собирались праздновать люди со всех стран да там была какая-то типа диджей диджей стейджа это был тентик такой большая палаточка ну и вот перед тобой бескрайний простор пляжа и где-то пожалуй наверное 500 600 человек со всего мира было я подготовил не подготовила а у меня оказались трички на разных языках там там было какое-то там и португал португалоязычная самбо какая-то на французском языке трички на немецком языке трички и люди люди очень живо реагировали подходили там опять же были реквесты все очень весело было да очень эмоционально меня был вдохновлено просто выступил класс скажите как стать известным диджеем вот как диджеи становятся популярными всего это зависит это стечение обстоятельств и работа а какой-нибудь там маркетинг пиар но это работа но можно всем этим заниматься и ничего не получится наверное это личная сна какая-то история просто благодаря там каким-нибудь клишированным киноисториям вообще путь в шоу-бизнес он примерно выглядит так то есть ты там лузер неудачник ты барбара стрейзан которая уезжает на роликах в медведя вот то есть ты мучаешься 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 ты должен work work and work и при всем при этом в жизни бывает так что ты работаешь 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 но что-то не получается и вообще на самом деле я думаю что жизнь любого человека она состоит из разочарований и из каких-то счастливых моментов и слава не является предметом вожделения на самом деле потому что примеров сколько угодно когда слава приводила людей но не к счастливому состоянию 27 27 может быть но если брать даже там каких-то знакомых которых я знаю непосредственно некоторые из них пережив какой-то пик славы ушли в тень бросили то занятие которым они занимались чувствуют себя очень хорошо то есть сказать что вот ребята там самое главное что чего вы должны достичь если вы решили стать диджеем это слава я так не скажу музыка сама по себе это очень кайфовый предмет и диджеинг позволяет этот предмет разбирать на какие-то такие составляющие которые возможно человеку который просто слушает музыку или просто слышит музыку они слушают и в этом разница есть диджеинг позволяет еще открыть какое-то вот такое новое измерение музыки которая недоступна ни музыкантам ни слушателям никому и для меня еще диджеинг это такая удивительная свадьба потому что ты делаешь встречу музыкантов течение групп которые никогда не встретились бы в реальной жизни ты делаешь какой-то такой удивительный концерт из чего-то такого что больше по-другому никогда не произойдет плюс это здесь и сейчас это момент вот есть мысль такая что если дело тебя увлекает то в нем присутствует как минимум что-то одно а может быть в разных три вещи это слава деньги и творчество вот что для тебя это профессия диджеинг для меня чего больше там ну я вообще не это я бы все это в одном целом каком-нибудь воспринимал мне нравится так зарабатывать мне нравится что есть люди которые ориентируясь на то что я заявлен там в афише придут и это тоже для артиста важно и да и конечно это какой-то творческий процесс который очень глубинный разный и который приятно переживать потому что это там это ничем не воспроизводимо по-другому денис как у тебя наверное одене творчество слава деньги творчество но деньги в этом деле это приятный бонус да наверное в первую очередь потому что все-таки мне меня больше заводит возможность творчески себя проявлять то есть контактировать с людьми взаимодействовать с ними и наверное к слове я никогда не стремился лично я поэтому мне нравится играть наверное больше в каких-то таких уютных барчиках даже если ты играешь для пяти человек и они танцуют и они живо воспринимают то что ты делаешь это важный стимул это дает энергию тебя двигаться дальше наверное в диджейнге для меня в последние годы стала важна возможность проявить себя не только в музыкальном плане но и как организатор с двенадцатого года я начал работать с games стан ты к файкам кураж базара мы сейчас очень очень хорошо работаем и это вот то что позволяет раскрываться чуть больше мыслить более широко и смотреть на процессы более широко то есть это не уже не просто там человек который воспроизводит музыку я не просто человек который воспроизвожу музыку человек который может организовать процессы который создает праздник в комплексном понимании последний вопрос допустим нас к смотрит кто-то кто хотел бы стать диджеем вот что вы ему посоветуете первое что я ему посоветую это решиться на этот шаг потому что иногда мешает то что все вокруг диджеи это было кстати лет восемь назад когда начались какие-то удивительные шоу когда всяких публичных личностей стали пускать нам за пульт там как-то их чуть-чуть натаскав я считаю что это с таким же успехом можно в принципе делать шоу публичный рояль объявлять о том что сейчас произойдет концерт садить сзади неплохой симфонический оркестр но при этом там садить телезвезду которая будет нажал на свете козел двумя пальцами вот то есть принципе это конечно странная история так вот я советую решиться на это я очень советую провести много времени и проводить много времени глядя на то что делают другие дежекей сейчас возможностей очень много в ютюбе миллиард видео можно будет понять во первых к чему тянется есть какие-то наклонности вот и я могу сказать так что в принципе если бы я например сейчас решил стать дежекеем я бы воспользовался услугами какого-нибудь преподавателя хотя бы для того чтобы очень быстро освоить материальную базу то есть понять где какие кнопки потому что самому с этим разбираться ну сложновато вот но опять же есть туториалы в ютюбе миллион то есть если вы например живете там в тайге или в карпатских высотах но там есть прием интернета то в принципе обладать ноутбуком этого достаточно для того чтобы в базе стать дежекеем под которого уже люди захотят танцевать и я еще очень посоветую изучать музыку потому что поверхностные дежеке и к сожалению это наверное как в любой отрасли это явление массовое это люди которые ориентируются на чужие хит-парады и таким образом составляют какой-то свой и при этом надо помнить о том что в любом занятии в любой профессии будет очень здорово если вы начинаете привносить что-то свое особенное таким образом вы развиваете это искусство они превращаете его там в какой-то там как раз одной момент скажу банально надо попробовать понять нравится ли тебе это в плане музыки попробовали значит выступить где-то или просто попробовать поиграть за железки для многие начинают с того что дома дома или у друга или у себя или в школе студии какой-то игра я знаю очень мало случаев когда человеку вот накануне сказали а давай ты поиграешь он поиграл ему понравилось понеслась втянулся но это исключительный случай копать музыку много слушать много слышать и собственно самосовершенствоваться в этом плане то есть пытаться я с владом с абсолютно согласен то есть пытаться не быть таким как все не не копировать с уже каких-то принятых клише понять что что тебя может выделять в этом все вот спасибо большое я вам желаю тысячи танцующих благодарных людей под ваши любимые сеты вот и учитесь слушайте можно прийти к ваду получиться нет ну там есть диджей школы есть диджей школы пусть в личку пишут пишите в личку цена отправлю в личку спасибо большое спасибо ребята хорошего дня